Правила дорожного движения одни для всех. И касается это утверждение не только автолюбителей, но и юных владельцев велосипедов и самокатов. Продемонстрировать свои знания в вопросах дорожной безопасности в этом году приехали около 20 команд из различных образовательных учреждений Выборга и района. Этот конкурс проводится в преддверии также всегда летних каникул, чтобы, так сказать, ребят, еще раз напомнить о правилах дорожного движения. Ведь направлено мероприятие главным образом на снижение числа аварий с участием детей и подростков. После приветственных слов был дан старт первому конкурсу – визитке. Ребята подготовили небольшие костюмированные выступления на дорожную тематику. Красный зажегся, постой, не спеши! Желтый зажегся, вокруг посмотри! Зеленый зажегся, смело вперед! Прямая дорога тебе, пешеход! Кроме визитки, в программе соревнований было заявлено еще четыре станции. Школьники сдавали экзамены на знания правил дорожного движения и дорожных знаков, соревновались в фигурном вождении велосипеда и отвечали на вопросы по оказанию первой медицинской помощи. Наша станция называется «Правила дорожного движения». Здесь мы проверяем то, как ребята знают правила. Ребята показывают хорошее знание, в общем-то, им дается 20 вопросов, и из 20 вопросов, в общем-то, в основном ребята отвечают правильно. Теоретически, юные участники дорожного движения, по мнению членов жюри, были подкованы неплохо. Вот и следующее задание на знание дорожных знаков большинство участников выполнили без особых проблем. Достаточно быстро выполняют наши команды, ошибок допускается минимальное количество, поэтому, да, молодцы, подготовились. Как отметили организаторы, дети – это будущие полноценные участники дорожного движения. Повзрослев, они будут получать права водить автомобили. Поэтому с молоду привить школьникам навыки безопасного поведения на дорогах и в транспорте – первостепенная задача не только родителей, но и учителей. Мне понравилось ездить на велосипеде и проходить там задания. А в жизни как думаешь, пригодятся тебе эти знания? Я думаю, да. Где, например? Ну, к примеру, если я вырос, то пойду на вождение, они мне очень сильно пригодятся. Там надо было собирать номера с знаками, мне вот это понравилось. Еще мне понравилось, как там показывали картинки. Я думаю, когда у меня будет машина, мне это очень пригодится. Легким было ОБЖ, и еще легкие были дорожные знаки, а вот про дорожное движение немножко сложновато. Ну что ж, как думаешь, как тебе эти знания? Пригодятся-то в жизни? Да, пригодятся. Где, например? На дороге. Вырасту, буду машину водить. По итогам прохождения всех станций, лучшими стали школа-поселка Победа в районном этапе и гимназия номер один в городском. Теперь ребятам предстоит защищать честь Выборгского района на региональных соревнованиях. Владимир Кочетков, Александр Сорокин, медиагруппа Наш Город.